Всем привет! Мы снова с вами на правильном канале, где мы сегодня поговорим о Алисе Селезневой. Имя Натальи Гусевой «Мурашкевич» сегодня вряд ли известно киноманам. О 80-х годах она была самой популярной юной актрисой в СССР. Ошеломляющий успех, который настиг ее в 12 лет после роли Алисы Селезневой в фильме «Гостя из будущего», скорее напугал ее, чем обрадовал. Девочку повсюду преследовали алисаманы. В подъезде дежурили поклонники, писем было столько, что читать их помогали все ее родственники. Сейчас Наталье Мурашкевич 45 лет. Она могла бы сделать успешную кинокарьеру, но с самого детства мечтала совсем о другом и воплотила свою мечту в реальность. Актерская профессия Наталью Гусеву никогда не привлекала. С самого детства ее любимым развлечением было наблюдать за жизнью насекомых. А слово «энтомолог» не казалось ей непонятным и трудопроизносимым. Она участвовала во всех олимпиадах по химии и биологии и планировала после школы поступать на биофак МГУ. О славе и публичности застенчивая девочка никогда не мечтала. Ведь она испытывала неловкость даже в том случае, когда нужно было спросить у незнакомого человека, который час. Ее спокойная жизнь закончилась, когда в 83-м году в их класс пришел режиссер с киностудии Горького. Он искал подростков для съемок короткометражки «Опасные пустяки». Школьников просили прочесть стихи. Наташа была одной из лучших учениц в классе. К тому же обладала фотогигеничной внешностью и учительница порекомендовала ее. Во время работы над лентой на Гусеву обратил внимание режиссер Павел Арсенов, который как раз занимался поиском актеров на детского фантастического фильма «Гостя из будущего». Так обычная школьница стала главной героиней фильма по роману Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Эту книгу она очень любила и с ролью справилась без проблем. Позже Наталья Гусева призналась. «Я ничего не изображала, была сама собой и никаких актерских сложностей на площадке не испытывала. Просто жила своей жизнью. Все взрослые были от нее в восторге. А вот с ровесниками девочки общего языка не нашла. Все свободное от съемок время Гусева проводила за учебниками, чтобы не отставать от школьной программы». После премьеры фильма на нее обрушилась невероятная популярность. Одноклассники, которые раньше не обращали на нее никакого внимания, вдруг оказались в нее влюблены. Лесоманы прислали мешки писем и дежурили на лестничной клетке. Массовое обожание достигло таких масштабов, что родители юной актрисы всерьез опасались того, что их дочь кто-нибудь похитит. Сама она была так напугана, что воспринимала слово родителей как угрозу. «Если не будешь учиться, станешь артисткой». Режиссеры атаковали ее новыми предложениями и еще в нескольких фильмах она снялась. Но ни один из них не повторил успеха гостя из будущего. Ей даже предлагали главную роль в фильме «Авария дочь мента». Но Гусева ответила категорическим отказом, побоясь запятнать образ, с которым ее все ассоциировали. А после окончания школы Наталья поступила в Московский институт тонкохимической технологии на отделение биотехнологии и навсегда оставила кино. Своего будущего мужа Наталья Гусева встретила тоже благодаря Алисе Селезневой. Белорус Денис Мурашкевич был заочно влюблен в актрису. И когда узнал о том, что она прилетела на съемки в Минск, пробрался к ней в гостиничный номер в коробке из-под телевизора. После этого на несколько лет они потеряли друг друга из поля зрения, но затем снова встретились и решили пожениться. Кроме взаимных чувств, пару объединяли и общие интересы. Денис Фельдшер очень любит возиться со змеями и я обожаю пауков, тараканов. Когда он за мной ухаживал, он подарил шикарного большого богомола. Я была в полном восторге, говорит актриса. После окончания института Наталья устроилась работать в лабораторию микробиологии. Ей предлагали стажировку даже во Франции. Свекровь предлагала назвать ее дочку Алисой, но Наталья стояла на имени Олеся. В 2001 году супруги развелись, а в 2014 она снова вышла замуж за дизайнера Сергея Амбиндера и родила дочь Софью. Об этом стало известно только сейчас. Все это время Наталья тщательно скрывала подробности своей личной жизни. Ну что же, на этом у меня все. Более детальной информации на нашем сайте. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик. Всего вам самого хорошего. Услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok